Люксовые кроссоверы своего рода компромисс. Они еще не такие дорогие, как премиум класс, но при этом могут похвастаться мощными двигателями и отличными комплектациями. Прямо сейчас проходят испытания нескольких интересных моделей. Узнаем, что нас ждет. Рестайлинговая версия Mercedes GLE тестируется в Штутгарде. От нынешнего второго поколения его отличает разве что решетка радиатора с вертикальными планками и форма задних фонарей. В салоне, скорее всего, останется объединенный с приборной панелью экран, что, кстати, очень удобно. Линейка двигателей прежняя. Это бензиновые и дизельные силовые агрегаты мощностью от 194 лошадиных сил. Гибридная версия GLE 63 в формате получит аж 612 лошадей под капотом. Презентацию новинки ожидаем не раньше середины 2022 года. Инженеры компании Land Rover проводят заключительные тесты нового поколения Range Rover Sport. Судя по всему, бренд взял курс на более агрессивный дизайн. Видны обновленные фары в виде светодиодных лент, а решетка имеет более четкую прямоугольную форму. На корме у Sport большой спойлер и покатая стекло задней двери, который серьезно уменьшит. В салоне традиционно много экранов. Автомобиль построен на модульной архитектуре Land Rover. Что касается силовых агрегатов, то на подходе варианты мягкого и подключаемого гибрида, а также полностью электрический авто. Обычный Range Rover выйдет в конце этого года, а вот Sport покажут к середине следующего. Не отстает от конкурентов и BMW. Баварцы проводят тестирование рестайлинговой версии X5. Обновление коснется передней и задней части авто. Машина получит новые байперы, иную графику фар и задних фонарей. Но самое главное, решетка радиатора не будет такой огромной, как на новых моделях компании. Еще одной фишкой можно назвать мультимедийную систему, как на модели AX, которая изгибается, поворачиваясь к водителю. На выбор будет доступна целая плеяда дизельных и бензиновых моторов мощностью от 249 до 600 сил, а также гибридов. Готовую модель должны представить к концу 2022 года. Итак, в будущем дизайнеры уделяют большое внимание внешнему виду этих кроссоверов. А конструкторы стремятся предложить самые современные технологические решения. Мощность силовых установок будут увеличивать за счет внедрения гибридных технологий. А средний расход топлива при этом сокращать. Правда, в люксовом подклассе это делается скорее ради престижа и экологии, чем ради экономии.